На информационном канале Севастополя итоговый выпуск новостей. В студии Антон Сущик. Здравствуйте! Мы расскажем вам о самых важных событиях прошедшей недели. В Санкт-Петербурге завершился 22-й международный экономический форум. В этом году он побил рекорды по числу участников. Приехали около 15 тысяч человек, в том числе и иностранной делегации 140 стран мира. Ряд важных соглашений на площадке форума подписал губернатор Севастополя Дмитрий Овсяников. Кроме того, наш регион представлял свои инвестиционные проекты и бизнес-кейсы. Диапазон предложений для бизнеса широк. От самого масштабного проекта развития Балаклавской бухты до создания производств продуктов и выращивания овощей. Центральным событием Петербургского международного экономического форума стало пленарное заседание, в котором принял участие президент России Владимир Путин, а также главы государств и правительств зарубежных стран. Темой заседания, как и всего форума, стало создание экономики доверия. Такая дискуссия, неформальный диалог особенно важны сегодня, когда система международных политических, экономических, торговых отношений проходит серьезные испытания на прочность, а условия для ведения бизнеса, для инвестиций, сама повседневная жизнь динамично меняются. На каждом государстве, особенно на крупных ведущих экономиках мира, лежит колоссальная ответственность за общее будущее. Россия – это часть мировой экономики. Мы активно участвуем в интеграционных проектах, оказываем серьезные влияния на энергетические, продовольственные, другие рынки. Наша страна и компании глубоко вовлечены в международные торговые, финансовые, производственные связи. Поэтому мы внимательно изучаем, какие стратегии хозяйственного, технологического, социального роста планируется реализовать в других странах. И, конечно, нам не безразлично, какие глобальные тенденции будут набирать силу в долгосрочной перспективе. Также Владимир Путин говорил об основных задачах, которые стоят перед новым правительством страны, о планах по развитию экономики, инфраструктуры, социальной сферы. Основной тезис, который озвучил президент, это был тезис о доверии. Без взаимного доверия невозможны инвестиционные проекты как на международном уровне, так и на межрегиональном уровне. Сегодня мы подписали соглашение о сотрудничестве с Кировской областью, с республикой Ингушетия. Эти соглашения мы подписываем каждый год. И нас важно, как субъект Российской Федерации, эти доверительные партнерские отношения. Мы подписали соглашение о развитии ряда приоритетных проектов. Мы продолжили реализацию и поиск инвесторов для проектов Балаклавской бухты, для отрасли виноделия. Для Севастополя 22-й Петербургский форум стал весьма продуктивным. Одна из ключевых встреч состоялась с главой Ростеха. Государственная корпорация поможет воплотить в жизнь проект «Умный город» в Севастополе, в том числе систему распознавания лиц. Кроме того, цифровые технологии в самых разных сферах – социальные, транспортные, инженерные, в образовании и здравоохранении – позволят сделать в разы доступнее услуги для горожан и значительно сэкономить время жителей Севастополя. Компания «Ростех» активно участвует и в качестве создателя платформ, интегрированных и в виде производственных мощностей, проект «Умный город» во многих городах. И мне было важно, чтобы эта работа получила новый импульс и в Севастополе со стороны компании «Ростех». Также обсуждались вопросы сотрудничества с Севастопольским государственным университетом. Я напомню, что компания «Ростех» представлена в наблюдательном совете. И основные направления подготовки в ВУЗе, они близки, часть из них близка профилю компаний, входящих в корпорацию «Ростех». На встрече губернатор Дмитрий Овсяников и генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемизов обсудили и строительство в Севастополе пассажирских судов нового поколения «Комета». Первый такой теплоход начнет ходить по маршруту Севастополь-Ялта уже летом. А в дальнейшем «Кометы» обеспечат морское сообщение с другими городами Черноморского побережья России. Развивать в Севастополе высокие технологии позволит и одно из соглашений, подписанных на форуме, между правительством города и компанией «Айтиград». Инвесторы создают в Севастополе «Айти-технопарк». Проект рассчитан на несколько лет и в перспективе соберет на одной площадке лучших айти-специалистов со всей страны. Место, которое мы выбрали, оно с нашей точки зрения полностью соответствует тем критериям, которые нужны для того, чтобы плодотворно работать и развивать айти-отрасль. Уверен, что наш проект будет успешен. Мы сможем объединить айти-отрасли и многое начинание айтишных в рамках нашего технопарка появится, вырастут и станут крупными компаниями, которые будут вам тоже впоследствии известны. Взаимодействие и сотрудничество в сфере развития бизнеса будет с Всероссийской организацией малого и среднего предпринимательства «Опоры России». В июне в нашем городе предприниматели проведут форум, куда приедут бизнесмены из 85 регионов страны. Кроме того, «Опора России» будет помогать севастопольским предпринимателям строить свой бизнес. Соглашение о сотрудничестве с Кировской областью будет способствовать развитию туризма, культурных и экономических связей, в частности, инновационного производства медикаментов. Мы крайне заинтересованы в взаимодействии с регионами Российской Федерации, поскольку мы буквально недавно получили статус промышленный кластер в биофармацевтической сфере. И наши ведущие предприятия входят в плановый календарь по прививкам, по другим лекарствам. И мы заинтересованы в том, чтобы и Севастополь в том числе подключался к этой программе и мог с нами в этой сфере взаимодействовать. Одним из аспектов сотрудничества с республикой Ингушетия станет развитие сельского хозяйства в Севастополе. Петербургский форум – это еще и работа на перспективу. Наш регион представил более 20 инвестпроектов. Бизнес-кейсы рассчитаны на инвестиции от 25 до 250 и более миллионов рублей. От производства сыров и кондитерских изделий до стройматериалов и строительства многофункционального медицинского центра. Бизнес заинтересовали. Из тех компаний, с которыми были проведены переговоры, стоит отметить, первое – это завод по производству строительных материалов. Это новые строительные материалы, которые будут применяться в том числе и при строительстве различных объектов в Крыму и в Севастополе в том числе. Потом неплохо прошли переговоры с одной IT-компанией, неплохо прошли переговоры с фармкомпаниями. Есть и масштабные предложения. Развитие Балаклавской бухты и винная дорога Севастополя. Это уникальный для России проект. Три в одном – и сельское хозяйство, и производство, и туристическая отрасль. Маршрут порядка 50 километров, 15 тысяч гектаров сельхозземель и привлечь он может более пяти миллионов туристов в год. Марина Кравцова, Андрей Томчук, информационный канал Севастополя. 24 мая Севастопольский городской суд удовлетворил три представления прокуратуры города и приостановил деятельность спортивных, торговых и развлекательных объектов в пяти корпусах торгово-развлекательного комплекса «Муссон». Новость о закрытии торгового центра вызвала в городе большой резонанс. Жители и предприниматели уже несколько дней митингуют у входа в здание против закрытия. Люди обеспокоены тем, что торговый центр не только закроют, но и снесут. Трагедия, которая произошла в Кемерове 25 марта, по числу жертв вошла в список крупнейших за последние 100 лет в России. Тогда на четвертом этаже торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» произошло возгорание. Из-за несоблюдения требований пожарной безопасности пострадали 140 человек, 64 погибли, из них 41 ребенок. После трагедии в Кемерове по всей России прошли проверки торговых центров. Часть из них закрыли до устранения всех нарушений. Сейчас никто не хочет повторения этих ужасных событий. Нарушения пожарной безопасности, которые выявлены МЧС в торговом центре «Мусон», должны быть устранены незамедлительно. Севастопольцы обеспокоены, ведь на первом месте стоит безопасность их детей. Я, конечно, боюсь за своего ребенка, но то есть нет, наше правительство поступает правильно, но надо соблюдать какой-то разумный баланс. Все должны соблюдать закон и делать нашу жизнь безопасной, отвечать за это, нести ответственность, правильно? Поэтому пусть устранят замечания и у них все получится. Нарушения есть. Пусть они у кого-то крупные, у кого-то маленькие, но тем не менее лучше, наверное, эту ситуацию, ну, как говорится, на корню, да, вот зарубить, чтобы подобного не возникло в нашем городе. Поэтому, в принципе, я согласна, что и «Мусон» закрыли тоже. Я, конечно, за то, чтобы центр закрыли, нарушения устранили, чтобы, не дай бог, никто больше не погиб. Очень верно. При нарушении мер безопасности надо закрывать заведение. Мы очень переживаем за «Мусон», но считаем, что, конечно, нужно его закрыть, но закрыть, может быть, ну, не совсем на два оборота замка, хотя бы на один, чтобы все могли зайти. Вместо того, чтобы исправить нарушения пожарной безопасности, руководство «Мусона» проводит митинги. В понедельник, я думаю, придут опечатать. Таким образом, руководитель торгового центра решил подготовить 2000 сотрудников и предпринимателей комплекса ко встрече с судебными приставами. 24 мая Севастопольский городской суд удовлетворил иск прокуратуры о приостановке деятельности крупнейшего в городе торгового центра. Применение таких мер вызвано необходимостью предупреждения причинения вреда жизни и здоровью граждан по предотвращению последствий, которые могут явиться причиной неисполнения судебного решения. Так, 24 мая генеральному директору торгового центра было вынесено постановление суда по трем искам приостановить деятельность и устранить нарушение норм пожарной безопасности, законодательства о градостроительстве и электроэнергетике. Главное управление МЧС по Севастополю под эгидой прокуратуры проверило коммерческие структуры, торговые и развлекательные центры, кинотеатры и другие объекты, неподведомственные правительству. По выявленным нарушениям приняты меры прокурорского реагирования. Из 10 торговых центров 9 активно приступили к наведению порядка и лишь один не только не выполнил предписание контрольных надзорных органов, а постоял под сомнение сами правила пожарной безопасности, которые пишутся, как вам известно, зачастую кровью. Владелец Мусона решил пойти другим путем. Он сообщил предпринимателям, сотрудникам и СМИ, что правительство города подало судебный иск на снос здания торгового центра. Новость только по сей лопаннику. Предприниматели начали собирать подписи против решения суда, которые еще не вынесены. С ними планируют обратиться за помощью к президенту страны. 100 листов, по 12 подписей. 12 человек в листе. Здесь это только за сегодняшнее время. Это только предприниматели. Есть проблема, ее надо решать. Но не радикальными мерами, не хирургическими. Не справляются с эмоциями и родители, чьи дети занимаются в спорткомплексе. Мы готовы идти вплоть до президента. Верните детям тренировки. Верните спорткомплекс детям. Но правда в том, что ранее начальник управления по делам молодежи и спорта Сергей Резниченко предложил составить списки и распределить детей из Мусона в другие городские спортшколы. Именно вернуть детям тренировки. Но вместо того, чтобы озвучить родителям этот вариант и не лишать детей занятий спортом, директор Мусона продолжает сеять панику. Другой спортивный зал, который не соответствует вообще нормативно. У нас даже по регламенту РФБ у нас проводит, Российская Федерация Баскетбола. Они не могут принять, потому что там нет и как технического, так и в общем-то нет забегов, допустим. Ну, понимаете, забег это за площадкой, то есть это травматизм. И там с эвакуационными проблемами, и с пожарной системой, и оповещение там много проблем. Где именно там Владимир Плотко не сообщает, потому что не знает, о чем говорит. На запрос Сергея Резниченко администрация спорткомплекса не ответила. Нет списка детей, а значит нет и точных адресов перераспределения. Но когда родители на эмоциях, а их дети при этом стоят в парадной спортивной форме перед грузовиком с прекрасным оратором, сложно сосредоточиться и задуматься о том, что закрытие торгового центра – жизненно важное решение. Придется всем предпринимателям увольнять своих работников. Но каким образом проплачивать им увольнение, отпуск, проплачивать все налоги за них? Для того, чтобы уволить сотрудника, нужно проплатить все налоги. А где мы будем брать деньги для того, чтобы увольнять сотрудников? Родители и предприниматели отвлекают от главной причины закрытия предписания МЧС. И выписано оно с целью не допустить повторения кемеровской трагедии. Умалчивает собственника о том, что спорткомплекс и гостиница в настоящее время используются вовсе не по целевому назначению. Предприниматели тем временем болеют за свои интересы. Деньги – одна из ключевых причин митинга. За простое арендаторам должны будут платить неустойку. Речь идет об огромных суммах, которые, в частности, может потерять и Владимир Плотко. Кстати, увольнение сотрудников – решение только собственника конкретного магазина. И в данном случае непонятно, почему не решить проблему без сокращений. Напомним, ранее в Севастополе были закрыты более 10 торговых центров. Часть из них уже устранили нарушения и вновь открылись. Никого увольнять собственникам бизнеса не пришлось. Почему в ситуации с мусоном владелец не может спокойно идти законным путем, и вместо митингов оперативно устранять нарушения – непонятно. А продолжит следить за ситуацией вокруг торгового центра и очень надеется, что после устранения всех недочетов он вновь откроется. Дмитрий Дудко, Юлия Ефремова, Мария Былова, информационный канал Севастополя. В четверг на внеочередном пленарном заседании был принят закон о критериях для инвестиционных проектов. Депутаты приняли закон во втором чтении. Документы устанавливают критерии для масштабных инвестпроектов, а также для объектов социально-культурного и коммунального бытового значения. Критерии необходимы инвесторам, которые в аренду берут землю и собственности города без проведения конкурса. Подробности в сюжете Святослава Данилова. В законодательное собрание документ поступил ещё в ноябре прошлого года. В первом чтении депутаты приняли его в феврале 2018-го, а до 13 марта установили срок внесения поправок. Но вносили их до мая. Корректировок было семь. Одну из них предлагала Татьяна Лобач. По её мнению, к масштабным инвестпроектам нужно отнести строительство индивидуальных жилых и многоквартирных домов. Квартиры в них смогут передавать в собственность или социальный найм гражданам, которые лишились жилого помещения в результате чрезвычайной ситуации. Эта поправка не была поддержана профильным комитетом. Причина – отсутствие утверждённых документов, территориального планирования и иных документов. А именно, генерального плана города Севастополя, утверждённого законодательным собранием города Севастополя, правил землепользования и застройки, утверждённых нашими коллегами из правительства, проекта планировки и проекта обвиживания территории. У меня возникает справедливый вопрос. Не считаем ли мы себя умнее представителей федеральных органов государственной власти? Аналогичная норма закреплена, как я уже говорила, в постановлении правительства Российской Федерации. Почему-то федеральный законодатель, принимая указанную норму, не опасался спекуляции. Прошу коллег поддержать поправку, отклонённую постоянным комитетом. Татьяна Лобач отметила, поправки, которые были внесены депутатами Вячеславом Аксёновым, Алексеем Чалом и Вячеславом Гореловым, не прошли оценку регулирующего воздействия. Следовательно, приняты они быть не могут. По результатам рассмотрения представленных материалов установлено, что процедура оценки регулирующего воздействия, установленная положением о порядке проведения оценки регулирующего воздействия, разработчикам, соблюдена в полной мере. Закон нужен городу и предпринимателям. С этим соглашались все присутствующие в зале. И не столь важно, с какими поправками. Депутат Вячеслав Горелов даже продемонстрировал фрагмент февральской сессии с участием Дмитрия Овсяникова. Я бы хотел предоставить заключительное слово губернатору города Севастополя. Внимание на экран. Может, наконец, премиум закон о критериях? В вашем варианте, который вы сами сощутите нужным, который наконец-то позволит предоставлять землю под реализацию инвест-проектов. Даже вмешиваться не буду, как сто там будет заложено. С момента этого выступления прошло три месяца. Закон до сих пор принят не был. Чтобы его рассмотрели во втором чтении, Дмитрий Овсяников воспользовался своим правом и созвал в ней очередную сессию законодательного собрания. Ещё одна причина, наконец, принять закон – обращение к депутатам предпринимателей. Именно бизнесмены в первую очередь волнуют существование закона. Они напомнили, что в Республике Крым документ был принят ещё в 2015 году. Отсутствие понятных инвестиционных правил тормозит развитие Севастополя и усложняет деятельность предпринимательского сообщества. Убедительно просим вас, уважаемые депутаты, принять закон в любой устраивающей вас редакции с теми параметрами, которые соответствуют утверждённой стратегии социально-экономического развития Севастополя. Уже в течение нескольких лет законодательный орган Севастополя не может принять законопроекты, критерий инвестиционных проектов, которые целесообразно осуществлять в городе федерального значения. Правительство Севастополя усматривает в этом не просто недоразумение, а целенаправленную политику группы депутатов, направленную на торможение социально-экономического развития Севастополя. Далее процедуры голосования. Сначала не утвердили поправки Татьяны Лобач. Екатерине Алдобаевой даже пришлось успокаивать коллег. Уважаемые коллеги, стоп, остановите процедуру. Ещё раз, чтобы было ещё раз понятно. Мы не проголосовали. Возвращение, уважаемые коллеги, подождите, стоп. В итоге закон о критериях для инвестпроектов всё же приняли. За 16 депутатов против один, воздержалось двое, голосовало 19 депутатов, решение принято. Правительство, безусловно, приветствует принятие столь долгожданного закона о критериях инвестиционных проектов. Наконец-то мы получаем инструмент, который позволит реально приступить к привлечению инвесторов на масштабные инвестиционные проекты. Я хочу обратить внимание, что случилось это благодаря настойчивой позиции губернатора, который, наконец, заставил ту часть законодательного собрания, которое под всяческими предлогами затягивало принятие этого закона проекта, наконец-то его принять. Напомним, закон устанавливает критерии для инвестпроектов, для реализации которых землю будут предоставлять в аренду без конкурса. Документ обязывает инвестора достигать определенных экономических результатов. Если предоставляется участок площадью до одного гектара, объем инвестиций в первые два года должен быть не менее 100 миллионов рублей или 40 миллионов рублей в высокотехнологичных отраслях производства. Если предоставляется больший по площади участок, объем инвестиций увеличивается пропорционально. Кроме того, от реализации масштабного инвестпроекта предприниматели должны будут уплачивать не менее 3 миллионов рублей в бюджет города, а также увеличить количество рабочих мест не менее чем на 100. Критерии установлены и для объектов инфраструктуры. Получить землю в аренду без торгов может проект под объект социально-культурного назначения. В этом случае на его создание нужно потратить не менее 10 миллионов рублей. Если это объект коммунально-бытового назначения, сумма в 5 раз больше. Закон вступит в силу через 10 дней со времени его официального опубликования. Святослав Данилов, Деливер Меджитов, информационный канал Севастополя. 7 июня в Севастополе стартует соревнование «Глубина-2018». Подобные мероприятия проходили в нашем городе в прошлом году в рамках международных армейских игр. Тогда в состязаниях приняли участие водолазы из России, Венесуэлы, Ирана, Сирии и ЮАР. В этом году на этом этапе будут соревноваться лучшие водолазные специалисты со всех флотов России. Подробности в сюжете Михаила Кумброва. Скоро объединенный учебный центр военно-морского флота на своем полигоне примет участников соревнований. Здесь пройдет всеармейский этап конкурса «Глубина-2018». В настоящий момент полигон тестируют перед состязаниями. По словам начальника учебного центра, к проведению соревнований все готово. Наши военнослужащие на новых усовершенствованных тренажерах, которые сейчас разработаны, привезены на базу нашей части. Происходит обкатку, составление специальных схем, специальных таблиц для того, чтобы в ближайшее время по прибытию команд провести с ними тренировки и дальнейшие соревнования. На этом этапе примут участие 8 команд. Специалисты покажут скорость, выносливость и мастерство в разных дисциплинах. Полоса препятствий, спасение утопающих, сварка и сборка конструкции на глубине. Для одного из испытаний закупили новый тренажер. Тренажер предназначен для оказания помощи аварийному надводному кораблю. Водолаз должен поставить фланцевое соединение, заделать пробойную жестким пластырем, одним и вторым. Установить чоп, забить чоп. Один и второй. И контрольный буй при этом условие должен всплыть. Победители отправятся на международные армейские игры, где будут представлять Россию. В этом году они пройдут в Иране. Наша сборная водолазных специалистов несколько лет привозит золото соревнований. Но, чтобы еще на этом этапе все прошло без нареканий, постоянно идут испытания, проверки и последние приготовления. При работе на глубине, не в самых удобных условиях, водолаз проверяет состояние тренажера. После выполненной миссии специалист поднимается на поверхность. Инструкторы помогают снять снаряжение, принимают доклад о самочувствии военнослужащего. Водолаз, как самочувствие? Чувствия, хорошая веса. Компредит, рассуга. Чтобы почувствовать, с чем приходится сталкиваться водолазу в повседневной деятельности, наша съемочная группа испытала процесс погружения на себе. Но для начала еще надо правильно надеть все снаряжение. В одиночку сделать это практически невозможно. Комплект СВУ-5-2 предназначен практически для всех видов водолазных работ. Стоит на вооружении военно-морского флота России. Сам комплект очень тяжелый. Да тут каждый ботинок только по 10 килограммов. А в общем, вес его составляет без грузов. 45 килограммов. Предназначен для хождения прямо по грунту. И сейчас я испытаю на себе его в действии. Первый на грудь. Покодинаем. Первый. Покодинаем. Есть. Первый сад вышел. Самочувствие хорошее. Хорошо. Михаил Кумбров, дилер Меджитов. Специально для информационного канала Севастополя. И в завершении выпуска о погоде. В Севастополе 28 мая переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 16, плюс 18 градусов. Днем 26-28. Это был итоговый выпуск новостей. Телефон редакции 54-51-12. Все новости на сайте xtv.ru. В студии был Антон Сущих. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Семкин